Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, мой верный друг и специалист по безопасности. А сейчас я хочу представить вам наших сегодняшних героев. Алена и Иван, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все участники страны безопасности уже прошли половину пути. И сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов им удалось набрать. Итак, внимание на экран. Итак, ребята, сейчас вам предстоит выбрать одну из двух тем. Это правило поведения на улице или же природные стихии. Выбираем? Я больше знаю поведение, про поведение на улице. Ну да, первое самое. Легкое. Первое. Вы считаете, что первая тема будет легче для вас? Да. Это правило поведения на улице. Хорошо. Вы выбрали тему правила поведения на улице. И проезжая часть и дорога не самое безопасное место на земле. А как вы думаете, почему? Потому что может машина задавить. Да. Надо не играть возле дороги, а во дворах, на площадках. Нужно знать правила дорожного движения. Действительно, ребята, для того, чтобы ничего не случилось, нужно знать основные правила безопасного поведения, в том числе и на проезжей части. А для того, чтобы вам помочь ответить на все сегодняшние вопросы, я предлагаю посмотреть вам небольшой мультфильм. Ответы на все вопросы вы найдете там. Смотрите внимательно. А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас на улице, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону улицы переходите только по пешеходным переходам. Самым безопасным местом для этого является подземный переход. Если подземного перехода по близости нет, воспользуйтесь ближайшим наземным пешеходным переходом. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь, что загорелся зеленый сигнал светофора. Затем посмотрите налево и направо. Начинайте переходить только после остановки всех машин. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! Ребята, я надеюсь, что моего помощника, спасайку, вы слушали внимательно. Поэтому с легкостью ответите на мой первый вопрос. Итак, как нужно переходить проезжую часть? Когда по пешеходному переходу надо посмотреть налево, направо. И если загорелся зеленый, можно идти. Ну, только если не будет ближайшего подземного перехода. А если все-таки есть подземный пешеходный переход, то лучше перейти по нему. А что еще нужно убедиться в чем вы сказали, перед тем, как переходить проезжую часть? Чтобы все машины остановились. Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на мой вопрос и получаете свои первые три балла. Ура! Ну что, наступило время переходить ко второму испытанию. Вам необходимо будет выбрать правильный ответ из трех вариантов на мой вопрос. Готовы? Да! Итак, слушаем внимательно мой вопрос. Что нужно делать, если необходимо перейти проезжую часть, а светофора поблизости нет? Вариант номер один. Это найти подземный либо пешеходный переход. Вариант номер два. Дождаться взрослого и перейти дорогу вместе с ним. И вариант номер три. Это посмотреть налево-направо. Если нет транспорта, то перейти дорогу самостоятельно. Первый. Да, первый, потому что... Смотри, если третий, и тогда там не было светофора, а машины могут поехать. А они же быстро ездят, да. А второй вариант, как вы считаете? Ну, потому что, может, взрослые задержаться и не прийти вообще. Но вы же можете... Это же не значит, что вы взрослого любого можете подождать. Это же не значит, что кто-то из ваших родственников должен подойти, перейти с вами дорогу. Ну, второе, мы думаем, что это все равно неправильно. И вы выбираете какой вариант? Мы выбираем первый вариант. Там, где надо найти подземный переход или светофор. Молодцы, ребята. Вы выбрали правильный ответ на тестирование и заработали два балла. Итого у вас пять баллов. Это очень хороший результат. Но давайте же приступим к третьему испытанию. Это загадка. Тут нужно быть особенно внимательными. За правильный ответ на нее вы можете заработать три балла. Но если ответите неправильно, то один балл я у вас заберу. Готовы? Да. Все водителю расскажет. Скорость верную укажет. У дороги, как маяк. Добрый друг... Дорожный знак. Итак, в первом конкурсе вы заработали три балла. Во втором ваша копилка пополнилась еще на два балла. Ну и в третьем три балла. Считаем, сколько получилось? Восемь. Восемь. Правильно. И спасайка сейчас внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю я встречусь с вашими соперниками. А с вами мы увидимся чуть попозже. А место встречи остается прежним. Это ваша сторона безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ну что, ребятки, зажжем! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Мы играем рок! Ха, рок, это по-вашему рок! Если хотите услышать настоящий рок, то вам просто необходимо взять нас к себе в группу! Друзья, играть со спичками опасно и детям категорически запрещается! Слышали, что книга сказала? Что может случиться? Ребята, давайте играть с нами! Пожар! Пожар! Срочно звоните в 112! Что, что, что говорить? Я не знаю! Сначала нужно представиться А, это заяц! Заяц! Что дальше? Сообщить адрес, где происходит пазар и место его возникновения Улица Лесная, 12! Горит частный дом! Теперь нам нужно выбраться и дождаться приезда спасателей в безопасном месте Обожаю жареную зайчатину! А почему мы ползем? Весь дым сверху, поэтому надо находиться внизу Так мы не отравимся угарным газом Держи! Это еще что? Если ты порвала свои штаны, не обязательно всем нам это показывать Это мокрая ткань! Ею нужно прикрыть нос! Она тоже защищает от угарного газа! Выход! Ура! Мы спасены! Так классно знать правила безопасности! Дверь! Что, не открывается? Ой-ой-ой, что же с нами будет? Спокойно, друзья! В чрезвычайной ситуации главное не паниковать! А что, я должен по-твоему чай пить? Не паниковать! Не паникуй! Слышишь? Не паникуйте! Идите в самую дальнюю от огня комнату Закройте все щели тканью И ждите приезда спасателей Так, вроде все сделали Поэтому не паникуем и ждем спасателей А вдруг спасатели не приедут? Вдруг про нас забыли? Мамочки! Курочки! Что делать? Этот огонь хочет к нам подобраться! Спаси! Спасибо! Круто! Я когда вырасту, хочу стать спасателем! Хорошо, что с нами был Бобр, который знает правила безопасности Если бы не он, мы бы вместе с твоими спичками поджарились! Поджарились они, если бы не этот спасатель И не эти правила Пушал бы я сейчас жареную бобрятину зайчатину Субтитры сделал DimaTorzok И не эти правила безопасности Продолжение следует...